Государственный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями открылся в Сухоми 4 года назад. С тех пор в Абхазии практически с нуля создавалась служба помощи детям с особыми потребностями. За 4 года реабилитацию в центре прошли около 500 детишек. В этом месте все условия для выздоровления. Пациенты из сел и других городов Абхазии могут находиться здесь во время всего периода лечения. Для этого оборудованы две спальни для мальчиков и девочек. Есть столовая с трехразовым питанием, также качественные современные тренажеры. Благодаря квалифицированным специалистам центра дети делают свои первые шаги, произносят первые слова. Поздравить с ним создание столь необходимого в стране комплекса пришли учащиеся Сухомской средней школы номер 3. В свою очередь подопечные реабилитационного центра также подготовились к приходу гостей. Ученики третьей школы преподнесли деткам несколько песен и танцев. Не обошлось и без подарка. Эти детки нуждаются в внимании. И когда это получается, нужно всегда им его уделять. Нам сообщили, сказали, хотите ли вы принять участие. И мы безусловно согласились, решили внести свою лепту в создание этого концерта. Хотим поздравить всех работников и всех, кто участвовал в создании этого концерта, этого заведения с четырехлетием. Это на самом деле важное событие для всех. Желаем дальнейшего просветания, развития и чтобы можно было помочь намного большему количеству людей. За открытость и доброту каждому ребенку, за добросовестный труд директор реабилитационного центра вручила всему коллективу благодарственные письма. Каждый год мы стараемся отмечать день открытия этого центра. Раньше были это выставки продажи детских работ. Вот в прошлом году была выставка «Я рисую счастье». В этом году мы решили, благодаря тому, что фонд «Опсны» нам организует общую выставку продажи работ детей с элементами их выступлений, с другими реабилитационными центрами, которые находятся в Ткварчале, Ачимчирах, Гудауте и Гал. Он будет чуть-чуть попозже, ближе к началу мая. Помощь в организации предстоящей выставки, которая будет проходить в мае, оказывает компания «Аквафон». Первый мобильный оператор выделил денежные средства на приобретение всего необходимого материала для создания работ детей, из которых и будет состоять экспозиция.